МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. После летнего периода у нас снова прямые эфиры в нашей сетке вещания. И у нас сегодня очень интересный гость. Он связан с образованием района. Это начальник управления образованием Ленинского района Дмитрий Владимирович Волков. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Добрый вечер! И, наверное, сразу же я хотела бы и вас, и ваших коллег, и всех ребят поздравить с 1 сентября, с Днем Знаний и с Новым учебным годом. Спасибо большое! Я также присоединяюсь к поздравлениям и искренне хочу от души поздравить всех, и уважаемых учителей, и родителей, и наших школьников, и дорогих ветеранов педагогического труда. Сегодня, как никогда, особая роль педагога этому отводится. Не зря же говорят, учитель — это профессия от Бога, а все остальные профессии от учителя. Уверен, что наши учителя нашего Ленинского района всегда будут на высоте и в проявлении своего профессионального мастерства, и в проявлении, конечно же, человеческих качеств. Тому свидетельство высокие достижения наших детей. Хочу всех поздравить, и всех, кто учит и учится, пожелать взаимного сотрудничества и уважения. Школьникам настойчивости и трудолюбия, уверенности в своих силах, и, конечно же, покорения новых образовательных вершин. Учителям терпения и мудрости, творческого подхода в своей работе, уверен, что все получится. Искренне хочу поздравить, конечно же, родителей. Пусть наша совместная работа в новом учебном году будет успешной и плодотворной. Всего вам самого наилучшего в новом учебном году. Дмитрий Владимирович, большое спасибо. Очень замечательные слова, и очень даже хочется повторить вашу цитату. Учитель – это профессия от Бога, а все остальные – это учителя. Прекрасные слова. Но вернемся к первому сентября, не так давно это было, всего два дня назад. Вы вместе с главой Ленинского района были на торжественных линейках в нескольких учебных заведениях. Я сейчас хочу предложить нашим телезрителям и вам посмотреть сюжет, который подготовили наш корреспондент. Хорошо. Целый год мне школа снилась, и не мог дождаться я. Как сложу я в родственской книге, и увижу вас, друзья. 1 сентября во всех школах Ленинского района прозвенел первый звонок. Поздравить учащихся в Видновской гимназии с началом нового учебного года в этот день пришли почетные гости. Заместитель председателя правительства Московской области Петр Иванов зачитал приветственный адрес от губернатора Андрея Воробьева и поздравил школьников с Днем Знаний. Школа – это не только знания. Школа – это еще и школа жизни. Ваши друзья, которые пройдут с вами через всю жизнь. И мы гордимся нашей страной, а страна гордится вами. Будущим поколениям, в чьи руки мы вручаем нашу судьбу. Впереди месяцы серьезной учебы и общения с друзьями, время побед и забот. Ребята овладевают новыми знаниями, научатся ставить перед собой цели и работать над их достижением. Реализуют свои способности и таланты на благо родной школы и Ленинского района. Для дошкольников поселка Измайлова 1 сентября стал особым днем. Несмотря на то, что они еще не отправились в школу. Именно в День знаний состоялось торжественное открытие дошкольного отделения на базе Измайловской школы. Для детей от 3 до 7 лет на 30 мест. В поселке никогда не было детского сада. Родителям приходилось возить детей в ближайшие населенные пункты. Нужно говорить детям, что бывает волшебство. Мы будем расширять это дошкольное отделение. И скорее всего уже в этом году мы получим еще одну группу на 30 мальчишек и девчонок. Я уверен, что мы справимся с этой задачей. Дорогие друзья, мы действительно получили этот ключ. Получили ключ к нашему входу. Входу в новое дошкольное образовательное учреждение. Ребятки, мы рады, что вы к нам пришли. Раз, два. Держись, тебе на память. Измайловскую школу в День знаний посетила советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева. Образование как дорога к успеху. Но вокруг, на этой дороге, столько добра, столько тепла. Потому что педагоги вкладывают душу в своих учеников. И вот с этим ощущением родного дома школа должна быть родным домом для наших ребят. Они проводят там большую часть времени. 1 сентября – самый долгожданный день для первоклашек. Это еще и праздник для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. Дмитрий Владимирович, ну прекрасный праздник. В каждой школе была линейка, которая запомнится и первоклассникам, и одиннадцатиклассникам, и всем остальным ребятам. Я бы хотела обратить внимание на другое. Все увидели, что в Измайловской школе открылось дошкольное отделение. Нам сказал корреспондент, что там, оказывается, никогда детского садика не было, что детишек приходилось возить. Наверное, можно расценивать вот этот факт открытия хотя бы дошкольных отделений при школах, как ликвидацию очередности в детский сад? Ну, я бы даже сказал, это, конечно же, и выполнение указа президента о ликвидации очередности. Но и, что самое главное, эффективное использование площадей. К примеру, Измайловская школа как раз-таки, она с учетом своей мощности позволяла, и помещения позволяли открыть группу дошкольного отделения. Не просто ее открыть, она там требовалась, потому что люди, подчеркиваю, годами, не меньше трех лет ждали это открытие. И даже были удивлены, некоторые приходили и говорили, что можно листать на очередь, что мы так быстро это сделали. Потому что, скажу честно, приходилось более двухчасовым доставлять до близлежащих садиков, значит, из поселка Измайловской. Такое точечное, я бы сказал, открытие, важное и очень радостное. Могу сказать, что мы, когда распределяли первые путевки, их всего лишь была 21. Потом сразу 30. На сегодняшний день выдали 30, уже 7 еще желающих. И правильно, вы видели в сюжете, глава Ленинского района Олег Владимирович Хромов заметил, и мы на самом деле себе это сейчас ставим в задачу, чтобы до конца года обязательно дополнительно еще и площади, это позволяет еще на 30 откроем, потому что спрос появился. Люди начали переезжать с тех садиков, которые были в отдаленности, ближе к дому, к общей доступности дошкольного образования. И мы еще откроем уверенно дополнительно группу. Скажите, а кроме Булатникова, где у нас планируется открытие садиков, расширение садиков? У нас вообще большие задачи, они связаны, конечно же, о чем я говорил, с выполнением тех задач, перед которыми перед нами стоят. В целом, если брать анализ у нас по всем поселениям, у нас всегда было проблемным поселение видное. Почему говорю было? Потому что то, что сейчас происходит, оно говорит о перспективном будущем. К примеру, вот в этом году мы в первое заседание комиссии распределили 2076 путек. В том числе и по городскому поселению видное, 1084. В целом, если брать аналитику, 2013 год всего лишь распределялось 1370. Мы закрыли потребность этими цифрами? Мы закрыли потребность этими цифрами, могу сказать, очередность с 6 до 7 группы, значит, с 5 до 6, частично с 4 до 5. Но мы не снимаем с себя ответственности в ликвидации полной очередности с 3 до 7. И тому простой пример, и я благодарен главе Ленинского района, что у нас начались проводиться строительные штабы, где жестко выстраивается позиция района в части строительства социальных объектов, в первую очередь, конечно, учреждений дошкольного образования и школ непосредственно. И в этом году мы планируем в четвертом квартале дополнительно ввести 490 мест. Это детский садик в Торычево в октябре планируем на 150 мест. По завидному микрорайоне, значит, Аматоловский садик на 120 мест. И в деревне Ермольна, это фактически совсем рядом, также с завидным, детский сад Колобок номер 2, значит, на 220 мест. Это вот такое хорошее плановое мероприятие позволило взаимоотношения с застройщиками, но и самое главное, прийти к той ситуации, что мы постараемся не просто на ближайшую перспективу, конечно, обеспечить мам путевками, но и в дальнейшем, чтобы это была общая доступность. И это, в принципе, сейчас наблюдается. Люди начинают переводиться поближе к дому, и это правильно. Дмитрий Владимирович, ну, наверное, мы были бы не совсем честны, если бы с вами не обсудили эту тему. А как быть мамам, которые хотят отдать дитё до трёх лет в садик? Ну, я всегда говорю о том, что, конечно же, те задачи, которые мы выполняем, это не говорит о том, что мы должны опустить руки и дальше спокойно сидеть. Первичная задача перед нами стоит от трёх до семи. В дальнейшем мы, конечно же, должны и отдавать такую особенность. Вы же прекрасно помните, как было раньше, мы все вспоминаем. И поверьте, с двух недель отдавали детей, потому что работали заводы, работали фабрики, и мамы уходили, и также зарабатывали, работали и на семью, и на благо родного отечества. И здесь, конечно же, мы будем на это обращать внимание. У нас есть, конечно, приоритет отдавали с трёх до семи, но по тому же городскому поселению видно, мы в этом году 60 мест выделили. По Булатникову больше, там даже с полутора лет выдавалось. Вот этот наплыв и в части ввода объекта в эксплуатацию дошкольного, я думаю, мы сейчас закроем историю с трёх до семи, а в дальнейшем, конечно же, будем уделять внимание и данной категории групп лиц. Потому что вы прекрасно сказали слово «мама», я понимаю по вашим глазам, что с полутора лет они получают пособие по 50 рублей. Это самая важная задача, которую, в принципе, нам приходится решать в честь того, чтобы отправить ребёнка в сад, у них была возможность зарабатывать. А я хочу вернуть и вас, и наших телезрителей снова в первое сентября. В этот день у учителя гимназии Натальи Петровны Алябьевой был юбилей. Я знаю даже, что вы заглянули к ней на юбилей. И вместе с нашей съёмочной группой, которая тоже пришла побеседовать с этой учительницей. А учительница эта непростая, у неё хорошие успехи, о которых нам расскажут. И наш корреспондент, и потом мы с вами обсудим. Давайте смотреть сюжет. Хорошо. Наталья Петровна Алябьева призналась, что никогда не мечтала о профессии педагога. Так распорядилась судьба. Не сложилась с институтом иностранных языков и решила, пойду туда, где можно книжки читать. И поступил на литературный факультет. Работа в школе оказалась интересной и насыщенной. И молодой педагог погрузился в эту атмосферу с головой. Это безумно интересная работа. Безумно интересная работа. Настолько интересная, что вот поначалу мы даже забывали за зарплатой приходить. И когда первый раз получал зарплату, думаю, господи, как же тут всё интересно. Да ещё и деньги платят. Как же здорово. Всех своих бывших учеников Наталья Петровна вспоминает с огромной любовью. Со многими поддерживает связь. Кто-то из них уже привёл к ней своих детей. Начинала трудовой путь наша героиня в школе номер один. Но вот уже четверть века она работает в Видновской гимназии. В гимназии такие условия есть для учителя, которые позволяют раскрыть все свои возможности. Было бы желание их раскрывать. В классе Натальи Петровны уютно и как-то по-домашнему. Много книг, среди которых, кстати, давний местный обитатель – игрушечный щенок. У ребят есть примета – потеряв щенку нос перед диктантом, обязательно напишешь его хорошо. В этом году четверо ребят получили 100 баллов на экзамене по предмету Натальи Петровны. Высокая оценка знаний – заслуга в том числе и учителя. С юбилеем Наталью Петровну поздравили почётные гости, посетившие гимназию 1 сентября. Вы счастливый человек, действительно. Родились 1 сентября, всю жизнь работаете с детьми. Почёт вам уважения. В одной из лучших школ в Москве. Родившись в первый школьный день, наша героиня всю жизнь даёт детям знания. Наверное, это и зовётся судьбой. Вот нам сказали 4 стобальника у Натальи Петровны, но на самом деле у неё 5 стобальных результатов. Одна из учениц получила по результатам ЕГЭ и, по-моему, 100 баллов по русскому языку и 100 баллов по литературе. Я также присоединяюсь с поздравлениями, которыми наградили Наталью Петровну. И хотела бы у вас узнать, а какие результаты ЕГЭ по району в целом? Насколько хорошо мы выглядим по сравнению с другими районами Московской области? Я также могу сказать, что было очень приятно и присутствовал при этом моменте. Высокие гости поздравляли. Заместитель, председатель правительства был Иванов Пётр Валерьевич поздравлял. И глава Ленинского района Олег Владимирович Кромов. Это, мне кажется, на самом деле дано свыше, когда человек отмечает свой юбилей. С отличием юбилея, значит, 1 сентября в День знаний. И так любит свою профессию, что поначалу даже не ду, или что за неё деньги платят. Очень хорошо, Наталья Петровна там сказала в интервью. Конечно, очень приятно. И у нас, на самом деле, в этом году очень хорошие результаты по ЕГЭ. У нас хорошие результаты по химии, по литературе, по русскому языку, по географии. Они выше, подчеркиваю, не на баллы, а на 5 баллов и выше, значит, общероссийских и по Московской области. У нас в целом прекрасные результаты, и они увеличились от 90 до 100 баллов для детей. У нас в том году было 38 таких выпускников, в этом году у нас 66 детей. И в целом, конечно же, хорошие результаты, и правильно вы заметили, у Натальи Петровны впервые в истории, хочу подчеркнуть, Смирнова Оксана по двум предметам по русскому языку и по литературе получила 100 баллов. И у гимназии в целом улучшила свои результаты по сравнению с прошлым годом. У них получается в этом году 5 стобальных результатов. Это, конечно, очень отрадно. А я знаю, что еще впервые в истории 100 баллов есть ученицы первой школы или ученика. Вот здесь могу ошибиться. И также в нашей первой школе в этом году 60 лет. Это юбилеи. Расскажите, какие еще у нас юбилеи будут в этом году у образовательных учреждений? Ну и, соответственно, как вы подготовились? Какие подарки приготовили нашим учреждениям? Ну, я думаю, для учителя самый главный подарок – это результаты его ученика. Это отношение и благодарность родителей. Вот это вот взаимодействие, взаимоуважение, плодотворный результат. Мне кажется, это самое главное. Я могу сказать из этих всех 100 баллов те результаты, которые мы получили. Я очень горд и рад за первую школу. У них на самом деле в этом году 60 лет. Впервые в истории у них 100 баллов. Михалева Мария по русскому языку получила 100 баллов. Это на самом деле очень ответственная девочка. Как мне рассказывали, она занимается и в клубах патриотического воспитания. Как рассказала Татьяна Владимировна, очень одаренный человек с рождения. И первой школе, конечно же, повезло. Но если вы говорите про подарки, мы, конечно же, особый момент уделяем. Это может быть даже не то, чтобы подарки, а та встреча, которая проходила и глава проводил с коллективом, та обратная связь, которую просили. Конечно, в этом году мы им отремонтировали и актовый зал, и обязательно там отметим юбилей, и поменяли окна. И в дальнейшем будем наводить порядок. Хочу также поздравить, у нас в этом году юбилей будет и в Молоковской школе им 80 лет, и во второй школе 65, и в Развилковской 60, гимназия. Все старше города Витя. Гимназия у нас, наверное, самая молодая. Они 25 лет, кстати, тоже в этом году отмечают. Я искренне их поздравляю. Еще обязательно приеду и поздравлю весь коллектив. Это особое событие, говорящее об истории, об той энергетике. Она позитивная всегда и дарящая только детям радость и знания. Вот вы сейчас сказали о ремонтах. У меня уже вопрос от телезрителя. Звучит он так. А когда начнется пристройка к Винновскому лицею? Дети учатся во вторую смену. Вопрос от телезрителя звучит так, а мой вопрос следующим образом. Действительно ли будет расширяться территория ВХТЛ? И будет ли это означать, что в том числе путем расширения каких-то школ, может быть, не только именно лицея, мы будем ликвидировать вторую смену, потому что детям очень сложно учиться и поставлена такая задача уже? Ну, правильно, изначально вы начали с дошкольного образования. Если в целом говорить, то та волна демографического и, что уж скрывать, строительного бума, который накрыл Ленинский район, она докатилась и до школы. В сегодняшний момент есть у нас вторая смена, она незначительно и меньше, чем по Московской области. У нас 10,7, а если быть точнее, 1197 детей ходят во вторую смену. Семь школ, шесть из них по городскому поселению видно, одна в поселке Володарского. Есть у нас мероприятие, если касаемо ВХТЛ, да, действительно, в ближайшее время, я думаю, уже объявлены конкурсные процедуры, я думаю, месяца через полтора начнется строительство нового корпуса на 300 мест. У нас в целом, значит, в части ликвидации, это основная задача, которая нас также ждет, и мы ставим перед собой амбициозные, не побоюсь этого слова, планы, к 2018 году, уйти от второй смены. И если говорить про дорожную карту, у нас и по поселению Володарского, значит, запланировано в 2016 году, и деньги есть на это, мы будем строить школу на 600 мест. У нас в городском поселении видно и за счет вне бюджетного источника, вот то, что в Тарычево на 600 мест школа будет сдана в декабре, по крайней мере, планируется, значит, и в сельском поселении Булатниковское на 825 мест. И, конечно же, мы будем до конца отстаивать свою позицию в части строительства школы на тысячу мест завидной компании «Мортен». Это жесткая политика и района, мы обязательно будем отстаивать, и, я уверен, общими усилиями доведем эту историю до конца. Вот эти основные мероприятия, в том числе и сети 21 век, нам должны построить школу на 550 мест, позволяют нам в ближайшей перспективе, значит, я уже не считаю та застройка, конечно, которая будет доводиться до конца, там тоже есть объекты социальные, и они должны выдерживать градостроительные нормы и нормативы, позволят нам, я уверена, прийти к односменному режиму образования в школах. Сегодня в России памятный день, сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом, все вспоминают события 2004 года в Беслане. Я знаю, что мероприятия проходили и в Ленинском районе, но вот в связи с этим днем хотелось бы затронуть и тему безопасности в школе. Скажите, как обстоят с этим дела? Я могу в целом, конечно, тоже сказать, что мы не остались в стороне, я имею в виду образовательное учреждение Ленинского района, сегодня во всех школах прошли мероприятия, посвященные такому ужасному и трагическому событию, беспрецедентному по своему масштабу террористическому акту в Беслане. В Беслане погибло более 300 людей, беззащитных стариков, женщин, более 150 детей, которые пошли учиться в школу, которые мечтали об учебе, думали о будущем, да просто хотели жить. И если в целом, конечно же, говорить, то мы все вместе, дети, более 12 тысяч школьников Ленинского района, сказали сегодня терроризму нет. И могу более того сказать, после тех трагических событий очень сильно начало уделяться внимание данным мероприятиям в области антитеррористической защищенности и всех тех противоправных действий, которые к нам приходят, к сожалению, извне. В целом, если говорить про Ленинский район, про образовательные учреждения, у нас и в свое время были введены должности заместителей директора по безопасности, и периметральное рождение у нас сейчас на должном уровне, кругом видеонаблюдение, кнопки тревожной сигнализации. И немаловажно, значит, хочу отметить, у нас везде физическая охрана, частное охранное предприятие. И что немаловажно, я могу сказать, что в этом году и благодарности много было, значит, у нас за счет средств бюджета осуществляется физическая охрана. Надеюсь, и в 2016 году мы постараемся, если кризисное явление нам позволит это сделать, обязательно. Вот эти мероприятия, бдительности, значит, современное реагирование, постоянные мероприятия отрабатывания на случай чрезвычайных ситуаций, мы должны отдавать себе оценку, потому что именно детские садики, школы – это самые уязвимые места, которые могут использовать, по-другому не могу выразиться, эти нелюди. И мы, конечно же, должны быть всегда к этому готовы и всегда об этом знать и помнить те события. Как я понимаю, значит, в этом году за охрану родители не платят, это полностью лежит на бюджете Ленинского муниципального района. Но как бы ни ругали образование о том, что особенно дополнительно, что это дорого, что не в каждый кружок сейчас запишешься, что не хватает денег. В Ленинском районе очень много разных секций и по рукоделию, и, я знаю, теперь технические даже какие-то кружки появились, которые работают на бесплатной основе. Я права или, может быть, что-то привираю? Вы абсолютно правы. У нас вообще охват дополнительным образованием довольно-таки велик. Более 7400 детей у нас охвачено дополнительным образованием. И что немаловажно, вот у нас проходила педагогическая конференция 26-го и 27-го, два дня, и, в принципе, были обозначены задачи и мной, что в этом году, и это будет один из критериев показателей, у нас их 9 показателей в части муниципальной программы образования, мы еще будем добавлять 10-й, это как раз-таки охват дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет технической направленности образовательной услуги. Это и робототехника, и лего-конструирование, и радиоэлектроника, очень большой спрос со стороны детей. И нашли специалисты? И специалисты есть, и я уверен, сейчас очень большой спрос, я могу сказать, и вакансий у нас практически нет. И более того, из этих 7400 детей у нас практически все обучаются бесплатно. То есть система дополнительного образования и финансирование этой системы в Ленинском районе сегодня позволяет эту услугу оказывать бесплатно. Но еще раз подчеркиваю, сегодня большая востребованность, родители даже готовы за качественную услугу сегодня платить, лишь бы задействовать своего ребенка. Я думаю, что это правильно. Тогда давайте еще одну форму досуга обсудим, которую предложил глава Ленинского района Олег Хромов. Он разработал, в администрации была предложена такая программа, как «Школьный двор». Я думаю, что вы более подробно можете об этом рассказать. Мы также, когда встречались с коллективами, всегда поступали вопросы. И мы прекрасно понимаем, что система дополнительного образования направлена не только на развитие дополнительных детей, но и мы прекрасно понимаем, чем мы должны занять ребенка после основного обучения. Программа «Школьный двор» очень интересная программа. И что самое главное, позволяет рационально использовать те помещения, которые существуют в стадионе, при школах. И в этом году могу сказать, что впервые, как мне говорят, в том числе наши основные спортсмены Ленинского района, 50 лет, уделяется очень массовое движение в области спорта. Мы на день города откроем стадион, прекрасный, подчеркиваю, стадион, при Винненском художественном техническом лицее. Это не просто стадион при школе. Это стадион, который позволит пользоваться абсолютно всем. Дмитрий Владимирович, давайте начнем с того, что он не будет закрыт на ключ, что туда могут попасть. Правильно я понимаю? Абсолютно правильно вы говорите. Во-первых, дети спокойно могут осуществлять досуг после уроков. Жители Ленинского района, мамы, папы, просто ребята, которые даже не учатся в этой школе, спокойно могут иметь отдельный будет вход, доступ. Конечно же, мы будем осуществлять и ставить видеонаблюдение, отдельные посты охраны и обслуживания. Но я уверен, все это поспособствует движению только вперед. И я уверен, что Ленинский район всегда будет за здоровый образ жизни. И таких стадионов в этом году мы планируем три. Следующий у нас, я думаю, в конце сентября, в начале октября мы закончим на шестой школе. Очень внимательно мы уделили в этом году именно городскому поселению Видное. Потому что здесь большой... Самый густоносиленный пункт. Абсолютно правильно, конечно. И я думаю, что мы где-то в октябре, в конце, в середине в Видновской гимназии также сделаем стадионы. Это не просто стадионы, это также будут стадионы под соответствие норм ГТО, где в том числе и наши дети спокойно могут сдавать те нормативы, которые мы сейчас обязаны в принципе выполнять. Да и не только сдавать, а готовиться к ним. Абсолютно правильно. Поступают вопросы от телезрителей. От Арсения Владимировича. Школа номер 6 стоит ли в планах на капитальный ремонт? Ну, на самом деле, если говорить о планах, есть такие планы. Самое главное, есть у нас моменты, связанные с ремонтом по всем школам. Первое, что это в основном, я всегда говорю, выполнение тех мероприятий, которые у нас, в том числе и по контролирующим и предписывающим органам, мы уже заключили контракт, и в шестой школе начинается пристройка пищеблока. Конечно же, строительство стадиона, о чем я говорил, мы в конце сентября закончим. В дальнейшем есть такой план, и по крайней мере, соглашение у нас подписано. Будем смотреть уже с точки зрения климатических условий и образовательного процесса. Значит, запланирован капитальный ремонт компании «Апогей». Есть такие строительные подрядчики. Значит, я думаю, что в 2016 году мы его обязаны будем осуществить. На самом деле, правильно задан вопрос. А это старая школа? Сколько ее лет? Она старая, она с 80-го, либо с 70-го года. Точно не хочу ошибиться. Не реставрировали полностью. Но на самом деле, если брать в целом точечно, сегодня начальник управления образования, могу точно сказать, вот такие, можно сказать, и головные боли. Но в целом, первая, четвертая, шестая школа и частично ВХТЛ. Но мы, еще раз говорю, начинаем компанию по ремонту, по текущему, по капитальному. Эти школы в ближайшее время, в ближайшие годы мы, конечно же, приведем соответствие. Но хочу заметить, несмотря на это, качество образования в этих образовательных учреждениях, оно не уступает даже нашим ведущим лидерам. Еще вопрос, связанный с ремонтом от Александры Васильевны. Будет ли ремонт на территории детского сада «Радуга» хотя бы покраска оборудования, лавочек и скамеек? Ну, как мы всегда говорим, аппетит приходит во время еды. Детский садик «Радуга» у нас был капитально отремонтирован в прошлом году. Буквально за три месяца. И очень хороший был произведен ремонт, но вопрос задан правильно. Это с точки зрения благоустройства. Мы будем этому также уделять внимание. Первичную, конечно же, задачу мы решали в том числе по помещениям, а в части мафов, обновлений, значит, малых архитектурных форм, благоустройства, дорожек. Я абсолютно согласен. Буквально сам там сегодня проходил и обращал на это внимание. Прекраснейший садик, прекрасный там руководитель Буслаева Ольга Ивановна, прекрасный коллектив, очень много детей, всегда открыт. Это садик, я бы сказал, лидер. Три смены привести оздоровительные компании летней лагерной. Я хотела затронуть этот вопрос. Это, я считаю, выше всех похвал, и мы обязательно также будем уделять этому внимание. Не могу точно сказать, конечно же, в этом году это не будет, это связано благоустройство всегда с климатическими условиями, но постараемся в следующем году на это особо обратить внимание. Дмитрий Владимирович, а расскажите нам о летней оздоровительной компании, как она прошла, сколько детей отдохнуло, где отдыхали, понравилось ли им? Ну, у нас много было охвачено, у нас более 10 тысяч, если брать всеми формами, и на Селигер, как раз первая школа ездила, и на раскопки дети ездили, и в Артеке были в этом году у нас дети, значит, и особо одаренные дети, значит, у нас ездили в Болгарию в этом году, и, конечно же, работали наши 19 пришкольных и предошкольных учреждениях летней оздоровительной лагеря. Очень всем понравилось, и в этом году в три смены, не поверите, третью смену... Вот единственный только детский садик «Радуга». Радуга, да, третью смену, более 40 желающих в последнюю третью смену, в прошлом году меньше было, я даже удивился, то есть мы на это тоже стараемся обратить внимание, но могу сказать, досуг был осуществлен со всех направлений, мы вот в этом году даже когда проводили педагогическую августовскую конференцию, брошюрки раздавали, как дети провели досуг. Могу отметить все, и в четвертой школе прекрасно, значит, прошла лагерная кампания, и в седьмой, и в Идновской гимназии, но вы все прекрасно помните, что мы и приемку осуществляли совместно с главой, особо этому уделялось внимание, в том числе, не просто, каким программам будут, но и опять же, уделяли внимание безопасности детей нахождения. У нас опять про ремонты. Ирина Яковлевна интересуется, с сентября обещали реконструкцию детского сада 39. Будет ли она и положит ли асфальт на территории этого сада? Реконструкция будет. В этом году, я думаю, мы проведем все конкурсные процедуры, они, в принципе, сейчас объявлены, там есть определенные сроки. В 2016 году по программе образования Подмосковья, данный садик у нас включен, у нас включен и садик «Кораблик», 17-й «Сказка», 18-й «Пчелка», и строительство садика «Горки Ленинский», в том числе, конечно же, 39-й садик «Ромашка», он включен в реконструкцию. Конечно же, реконструкция подразумевает, в первую очередь, это внутриполировочное решение здания. Будем стараться, в том числе, и отметить моменты по благоустройству. Видите, уже второй вопрос с этим связан. Конечно же, на это будем обращать внимание. Но, касаемо «Ромашки», там тоже нужно уделять точно этому моменту, как в свое время мы уделяли журавушки. Там много зеленых насаждений, и нужно стараться их выпиливать, конечно же, по меньшему, в том числе, когда делаются вопросы реконструкции и благоустройства. Потому что это важно для детей. Журавушки удалось сохранить зеленые насаждения? Тот проект, который изначально был, подразумевал очень большое количество спил деревьев. Ну, это старенькие очень ясли. Наверное, там деревья росли и выросли, и стали большие. Мы перенесли историю, связанную в том числе и у них такой детский стадиончик на свободные места, тем самым сохранив деревья. Прекрасно, конечно же, все сохранились. Я считаю, что, по крайней мере, по моим ощущениям, я сейчас там бываю, один из таких красивейших мест с точки зрения того, что им так же было 60 лет, как и 60 лет в первой школе, со своей традицией, со своей историей, садик, но и, что самое главное, с сохранением экологии. Следующий вопрос от Натальи Ивановны. Почему школа в Новое Дрожжино отошла ведомство Москвы? Ну, я думаю, здесь, наверное, вопрос должен звучать по-другому. На самом деле, если фактически посмотреть, и мы всегда с этим боремся и получаем жалобы от родителей о том, что как так школа на территории Ленинского района, дети Ленинского района вынуждены реагировать на те условия, которые выставляло руководство школы, находящиеся под ведомством департамента города Москвы, должны иметь прописку города Москвы. Это рядом с 26-м нашим садиком Лукоморья, но есть движение в этом направлении. Мы эту проблему обозначили, в том числе в ходе апрельского визита губернатора. Это вошло в одно из поручений губернатора отработать этот вопрос. И на сегодняшний день есть положительное намерение. Я думаю, что мы первому сентября, я на это рассчитываю, и у меня была встреча с министром образования Московской области Мариной Борисовны Захаровой, она мне заверила, что эта школа вернется в родную Гаеву, в хорошем смысле это слово, в систему образования Ленинского района. И школа, в принципе, неплохая, мощность 600 детей. Она нам также нужна, в том числе, чтобы мы не получили в сельском поселении Булатинское вторую смену. И планируем к первому сентября 2016 года данную школу непосредственно передать в муниципальную систему образования Ленинского района. Вот два разных вопроса, но их объединяет что-то, сейчас вы поймете. Роман Сергеевич, будет ли в районе возрождаться образовательное направление профориентации? А вот уже второй вопрос от Анатолия Васильевича звучит так. Планируется ли видном открытие высших и среднеспециальных учебных заведений? Ну, если говорить про управление образованием, мы да не в основном, а курируем в основном дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование. Но в моей бытности и в своей биографии я имел возможность жизни в том числе и руководить учреждением профессионального образования. Очень хорошо знаю эту систему. Начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование. И преподавал в высшем профессиональном учреждении. Конечно же, это правильно. Это профориентация, она как раз-таки и говорит о том, что родитель, отдавая 1 сентября своего ребёнка в школу, может уже знать, кем он будет трудоустроен. Подчёркиваю, трудоустроен. Никуда он пойдёт, даже в колледж зачислен будет, а трудоустроен через определённое количество лет. Через 14, через 15 лет. Это система профориентации. Это как-то, по-моему, в наше время УПК называлось, так? Ну, в ваше время УПК. Сейчас такой же есть интегрированный момент или есть понятие ученический договор, сотрудничество. Тому пример профессиональный колледж в Москве, когда студенты уже на втором курсе проходят практику на тех предприятиях, как это и Аэропорт, Домодедово, есть и другие промышленные предприятия, и на Аубисе, я знаю, проходили. Вот эта профориентация, она, конечно, выстраивается. Она должна выстраиваться именно со школы, там профориентироваться. И не с 10-х, и не с 11-х классов, когда дети уже стоят на грани выбора, а именно начиная с 7-го, с 8-го. Более того, в наших намерениях, уж открою тайны, такие переговоры мы вели, чтобы открыть профильные классы по направлениям, к примеру, вот у нас сейчас здравоохранение. Очень много вакансий в медицине. Очень много. И мы обсуждали, может быть, такую возможность будем реализовывать. И такая потребность есть в кадрах Московской области. Можно и на бюджетной основе колледж Московья готовы пролицензировать медицинских работников, обучать их. Но что самое главное, мы готовы на базе школы открыть профильные классы, которые непосредственно больше будут уделять тем предметам, которые будут связаны с областей медицины. Ну, это как в качестве одного из примеров. И я абсолютно согласен с телезрителями, что обязательно нужно этими моментами заниматься. И мы, конечно же, будем этим заниматься. Мы с вами рассказывали про кружки, которые существуют в Ленинском районе. А вот Марина Сергеевна задает вопрос, наверное, по существу. Планируется ли в городе Видное переселение детских кружков в более благоустроенные помещения из подвалов, где они сейчас находятся? Ну, я абсолютно согласен. Есть у нас места, которые подвальные, но приоритет номер один должно быть общедоступность и довольно-таки просторные помещения. Взять тот же «Центр Импульс», он был прекрасно отремонтирован. Сейчас находится в хорошем состоянии. Но с учетом, о чем я говорю, спрос очень хороший со стороны населения, конечно же, будем уделять этому внимание. Сейчас рассматриваются помещения, находящиеся в муниципальной собственности, как одни из приоритетных, в том числе для оказания услуг дополнительного образования. Вопрос от Сергея Бориславовича. Будут ли возрождаться в школах уроки труда? Как это было при Советском Союзе? Ну, можно рассмотреть эти вопросы. В принципе, сейчас у нас в новом стандарте есть направления, в том числе связанные с... Мальчишки будут табуретку сбивать, девчонки обеды готовят. Есть разные моменты. И могу сказать, что есть моменты, в том числе и не каждый ребенок готов сегодня стирать с доски. Такие тоже встречаются случаи. Но мы все прекрасно понимаем, что сила и труд, все перетрут. И именно если ты хочешь добиться знаний, ты должен трудиться, извините за заражение, даже вкалывать. 5% таланта, 95% нужно больше трудиться. И я уверен, что это получится. Будем уделять в том числе и этому внимание. Конечно же, оно уже связано, о чем я говорил, в том числе и со здоровым образом жизни, и с физкультурой. Все это в комплексе. На физкультуре-то стало больше, а трудов-то оказывается меньше. Можно. И я думаю, что в этом направлении обязательно подумать. Дмитрий Владимирович, знаете, хотел на что обратить внимание. Когда начинался учебный год, всегда, когда с управлением образования разговаривали, поступали жалобы, что вот нас заставляют здесь покупать книги, вот здесь вот нам это не дают, здесь такого-то инвентаря нет в школах. Сегодня у нас ни одного такого звонка. Это значит, что мы закрыли все потребности, в которых в школах были. Сумели? Я могу сказать, да даже что тут говорить. В принципе, можно даже сравнение. У нас был и приемный день в связи с подготовкой, областной приемный день к новому учебному году. К нам приходили родители из школы Горкинской нашей, Горко-Хлининской, которая, говорю, к сожалению, не относится к нам под ведомство, относится к Миноборнауке Российской Федерации. Первый канал обращался. Там этот вопрос не решается. Но я, конечно же, горд за нашу систему, и нам дополнительно выделяется субсидия. В этом году более 25 миллионов выделено средств на приобретение учебников. Да, у нас с учетом внутренних особенностей куда-то больше пришло первоклассников, где-то меньше, но мы в рамках системы все это саккумулировали. Сегодня каждый ребенок у нас обеспечен учебником, и это довольно-таки отрадно и приятно. Вы сказали, что ко мне приходили на прием. Насколько я знаю, вы еженедельно ведете приемы. Может быть, если остались недосказанные вопросы у наших телезрителей, или они личного характера, скажите, где и когда можно к вам обратиться? Да, ко мне можно записаться и обратиться в понедельник после двух. Я всегда на месте. Мне всегда говорят, вы со скольки до скольки. Я говорю, с двух и до бесконечности. Каждый понедельник месяц я веду прием. Параллельно можно зайти на сайт управления, у нас сейчас довольно-таки продвинутые очень родители, управление образованием, написать на мою личную, подчеркиваю, личную электронную почту волковдмитрийсобака.inbox.ru. Также эта почта у нас везде есть, на сайтах школ и детских садиков. И писать все свои вопросы, потому что мы прекрасно понимаем, что даже не каждый родитель может физически в силу особенностей, связанные по работе и других особенностей, прийти или уделить этому времени. Приходится искать эти моменты. Можно спокойно написать на почту. Вопрос от школьника, 11 лет от Арсения. Можно надеяться, что отменят шестидневную неделю в лицее? Ну, этот вопрос, на самом деле, постоянно звучит. Еще раз подчеркиваю, и по уставу это написано. Это на усмотрение образовательного учреждения. Образовательное учреждение не только руководитель принимает решения, и совет, и педагогический состав. Здесь это двоякое. Мы, это детей, я как раз-таки их понимаю. И когда я с ними встречался, и с того вопроса взрослому, сегодня это называется акция, после его уроков, всегда этот вопрос задается. Их детей, это можно понять, побольше отдохнуть, побольше побегать, вернее. А каждая школа самопринимает решения, управление образованием, нет рекомендаций, допустим, чтобы для всех было одинаково. У нас, например, пятая школа учится по другой системе, каникул. По триместрам, да. И я могу сказать, здесь тоже есть свои результаты. Здесь качество не страдает, но есть результат с точки зрения, когда эпидемия идет гриппа. Там меньше результатов. Заболеваемость, это, кстати, тоже немаловажно для детей. Мы это отслеживали. Но хочу еще раз говорить, вы можете сказать рекомендовать, или добровольно-принудительно, это решает школа. Более того, от того, что пятидневная, шестидневная, здесь как раз-таки, я больше склоняюсь к шестидневной, потому что те срезы, которые мы проводим, они говорят как раз-таки о том, что эта система более полезна. Вот вы сказали решать школу. Скажите, а при школе есть какие-то школьные советы, куда входит там, допустим, родительская общественность, педагоги? Родительские комитеты. Обязательно. В каждом классе. Они имеют какой-то решающий голос? Ну, поверьте, мне кажется, я всегда считаю, что родитель должен быть прав, по крайней мере, от того, что мы оказываем социальную услугу детям. Это самое главное. Услышать всегда о родителе. Да, мы можем в чём-то не согласиться, но мы обязаны донести ту мысль. Обратная связь всегда должна быть. Потому что мы все вместе, подчеркиваю, не школа, не управление образованием, мы вместе все. Родители. Мы всё для детей в этой жизни и ради детей. А у нас опять вопрос от школьницы 13 лет, от Наташи. Когда откроют библиотеку в школе номер 6? Ну, я первый раз слышу о том, что закрыта библиотека номер 6. Завтра поедем как раз с Наташей разбираться, почему и библиотека там закрыта. Очень хороший вопрос, кстати. В принципе, при всех школах библиотеки есть, они наполнены и должны работать, да? Поверьте, с учётом того, что у нас учебников хватает, и я как раз-таки был и в седьмой школе, когда у нас был второй день педагогической конференции, там были 19 тематических предметных секций, отдельно библиотекарь собирались, значит, обсуждали очень интересный момент. Заеду в шестую школу, посмотрю. От Оксаны Юрьевны вопрос. Школы обязуют покупать школьную форму. Насколько это правомерно? Ну, значит, закон об образовании, мы прекрасно понимаем, что это рекомендованная норма, но, опять же, говорю, это решает школа, в том числе, не просто там директор подписал какой-то приказ или ещё что-то. У нас в каждом классе есть свой родительский комитет, есть родительская общественность, в целом по школе, и взять ту же самую гимназию, там, в седьмую школу, ещё что-то. Ну, приятно смотреть. Я в этом ничего плохого. Вот хотите, моё личное мнение, я только этому радуюсь, когда в этом году я видел первоклашек, которые были одеты именно в ту, я говорю, по цвету, в принципе, по форме школы, в которой я, в принципе, ходил в школу в форме. И ещё более отраденными были, что они ещё пели гимн Российской Федерации при поднятии флагов. Ну, это какое-то новшество на этих линейках. Я знаю, не в одной школе было вот такое событие, поднимали флаг. С чем это связано? Ну, мне кажется, это связано с большим чувством, патриотизмом. Конечно, было поручение губернатора, не нужно это скрывать. Андрей Юрьевич сказал, что это правильно. Мы обязаны гимн петь. Но, в целом, если вот своим ощущением, одно дело, ты гимн поёшь. Просто, когда это идёт при поднятии трёх флагов Российской Федерации, флага Московской области, Ленинского, муниципального района, кажется, мы не просто гордимся страной, мы гордимся и Ленинским районом, и теми детьми, которые пришли в то образовательное учреждение. А тот, кому предоставляется право поднятия флага, это ещё больше непередаваемое ощущение тех школьников, которым это делают. Дмитрий Владимирович, ну вот раньше у нас слова гимна были написаны на тетрадках. Сейчас на тетрадках у нас роботы-трансформеры, кошечки, принцессы. Знают ли школьники слова гимна российского? Ну, есть в этом направлении, конечно же, и вопросы. Не нужно это скрывать, нужно говорить, как есть. Я всегда говорю, начни с себя. Вот начальник управления образования знает гимн, и он его поёт. Глава Ленинского района, поверьте, знает и поёт. Директора, я уверен, что знают и поют. Преподаватели в большинстве своём, давайте говорить, как есть, я уверен, что мы в этом направлении будем работать. Но если в целом, мне кажется, это тоже должно идти, наверное, от детского садика. Надо оттуда начинать. И чтобы первоклашники к нам приходили, все пели, и родители. Но в этом направлении мы обязательно, я уверен, и у нас сейчас конкурс даже объявляют. Я уже открою вам свои секреты на лучший гимн. В перспективе, может быть, даже свой хор создадим. Вы представляете? Но при этом можно использовать разные моменты. Вот как раз Иванов Пётр рассказывал, что он в своё время пришёл на какой-то матч, раздали футболки всем, значит, отдельно на стадионе и на спине, когда перед матчем были написаны слова. Говорит, вот как приятно, и весь, говорит, стадион пел. Можно разные моменты использовать, тем самым стимулируя человека для того, чтобы... У нас время эфира подошло к концу. Я так думаю, что нам ещё раз необходимо пожелать уже не только педагогам, но и в основном школьникам большого задора в учении, терпения, ну и успехов. Ребята, я больше чем уверен, что у вас всё в этой жизни получится. Я искренне рад видеть всех вас в школах. В добрый путь, вперёд, в новый учебный год. Спасибо. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии был начальник управления образования Ленинского района Дмитрий Владимирович Холков. На этом мы прощаемся. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин